всем привет и всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал с моей мамой канал слушайте вот это вступление я хочу уже с вами поздороваться минут 15 и я не могу это заснять я все время заикаюсь на каком-то слове все сейчас как выйдет так выйдет я больше не буду переснимать вступление в общем как вы заметили сегодня немножечко сделал локоны на волосах и знаете мне не нравится мне не нравится я вот сделала раз в пятилетку наверное в руки взяла плойку и я все во-первых расчесала не были более такие текстурные мои кудри и волны скажем так и все равно меня бесит я не нравлю сама себе в отражении ну а куда уже деваться да ладно пусть оставим так как у нас сегодня начался день у нас сегодня с утра была запись у зубного врача у софики игорь зашел с ней к врачу теперь можно заходить только одному родителю в поликлинику вот игорь пошел потому что ему легче с ней справиться сейчас я в положении как знаете там у меня приличный живот сейчас а в это время я я тоже поехала с ними мы ездили в город ройтлинге у нее зубной врач в ройтлинге не находится а я тем временем немножко так походила как походила я пока до магазин мы так припарковались далеко пока я дошла до магазинов мне уже игр пишет все мы скоро готовы к этому уже в кабинете ну я давай обратно почем к машине вот зашла я в целом а в целом то сейчас очень много скидок хочу сказать на летние вещи можно очень даже хорошенькие вещички на лето на следующее лето уже присмотреть по 2 по 3 по 4 по 5 евро такие классные я вам покажу потом что я купила но я купила что я купила два платьюшка купила одно на лето другое чтобы сейчас носить что я буду сейчас делать буду я сейчас готовить синнабоны скорее всего я не буду снимать процесс потому что не знаю кстати напишите в комментариях кому вообще интересен процесс готовки вот если я честно вот сама честно смотрю чита влоги видео мне нравится под музыку смотреть процесс мне как-то вот этот уходит в какую-то в нирвайну я смотрю кто-то что-то делать мне вот действительно нравится нравится ли вам нашим подписчикам нашим зрителям такое вообще когда я снимаю процесс готовки под музыку под описание напишите пожалуйста но я хотела во время готовки синнабонов когда я буду делать синнабоны выйти на прямой эфир в стрим можно сказать в ютюбе до чтобы с вами вместе готовить и делать и у нас сломался усилитель сломался усилитель который у нас вообще на кухне не ловит интернет в элан вай-фай не видит его как бы то что он ротор стоит у нас в зале и он не видит его волны эти волны и мы купили специальный усилитель он сломался следуя за этой темой хочу я также у вас спросить верите ли вы в астрологию в астрологии я верю я только я сейчас не про ту астрологию который да ты родился в ноябре значит и скорпион ой фу-фу ты скорпион все я с тобой не общаюсь например на своем примере потому что я знаю многие скорпионов недолюбливают это конечно не про астрологию всех под одну гребенку на гороскоп влияет очень много факторов это например даже день год рождения время рождения луна в каком доме луна под гороскоп под какой плане какая планета у вас под каким гороскопом асцидент у вас какой под каким гороскопом то есть на это все влияет многое много факторов солнце луна меркурий но все планеты под какими у вас домами под какими у вас гороскопами потом из этого уже складывается ваш личный гороскоп а я про ту астрологию которая да вот уже как я сказала чтобы сделать все вот шаги про планеты когда узнаешь какая сейчас планета какой сейчас период и вот кто есть интересуется астрологии сейчас в курсе до что до 27 октября у нас ретроградный меркурий ретроградный меркурий это очень сложный период вообще в астрологии это когда все идет вот так вот наоборот все переполохом идет то есть в это время нельзя какие-то новые контракты заключать ничего крупного покупать ничего там сверхъестественно делать потому что у вашей труду уйдет во первых пустоту и еще плюс даже что то что вы сейчас имеете нужно сохранять потому что все будет как бы ломаться и всякое такое в общем я очень даже верю и даже вот например на примере нашего усилителя у нас вся техника дома пошла тантара и много чего сломалась по за последнее время я вам не рассказываю у нас на меня сломалась например вот этот водонагреватель потом усилитель а когда с карл сруя возвращались так вообще машина наша сломалась машина у нас сломалась очень серьезно кто понимает тот понимает это мотор и сами понимаете это очень большие расходы для нашей семьи незапланированные расходы но я сейчас об этом не буду жаловаться очень неприятная ситуация произошла с моей машины ну да ладно бывает привет мои дорогие у нас еще видок тот мы были в пилораме я ездил за опилками сейчас покажу вот такой сухой опилка купили мы 16 мешков больших один мешок 70 рублей и врагим уже начал таскать но где твои препятствиями и он у нас какой-то же трудягом и для чего мы опилки купили ну-ка расскажи давай для утепления дома все тепло собираем в доме для потолков креем там посмотрели проверили потолке опилка вообще мало вот мы решили на отбавить ну что как видите по кадрам замесила я уже тесто сейчас занимаюсь раскатыванием тесто кстати у меня дрожжевое делалось ровно все по рецепту рецепт тесто взяла я новый но зря досушите пожалуйста до конца не зря это я говорю раскатала я его в прямоугольник обмазала способно сливочным маслом растопленным и начинила начинка это у нас корица и сахар сейчас вот как видите закатываю я в рулете а дальше уже нарежу на сами рули на пасе на бончики скажем тогда почему я подчеркнул что все делала по рецепту да потому что все дело шло как надо тесто поднялось у дрожжей с молоком была шапка порезала в общем все дело как надо но почему-то сами синабоны испеклись твердыми прям их невозможно есть они тверже чем сушки в общем рецепт не буду писать под видео потому что его не советую лучше берите рецепт тесто дрожжевого который вы обычно делаете и в котором уже уверены а сейчас я на кадрах показываю крем которым вообще нужно намазывать сами синабоны они получились бы идеально вкусные если бы я не попробовала вот рецепт нового теста я расстроена вчера купили опилки сын приехал в гости помощь помогает папе видите наверх на крышу подает и враги мужа то вот так тепло собираем потолок чтобы наши тепло не улетучивался наши денежки дамы последнего нам евро им привет я лежу и гляжу только он сюда в это пространство умещается у нас самый стройный он у нас вот так паском ходит давай тоже надо беру еще просит бы давай еще мешка про флист теперь сейчас будешь до резать это защита от ветра дает чтобы ветер заранее сняли на этом теперь час меньше уже потому что высота то балкаркой будешь заниматься от 1 вышли мы на вечернюю прогулку игр решил совместить с полезным обрезает вот этот шиповник то ли чем у нас под балконом растет и это мешает прям к балкону растет и вот решил его обрезать софика он руки в карманы ждет руки в карманы руки в карманы стоишь ждешь до а что ты кушала что ты кушала картошку кушала пока наш папа работает мы софикой лакомимся нашей малиной который также под балконом у нас растет под окнами вот видите на нас какая два раза в неделю точно собираю прям собирается идем дочь иди сюда на на она прям по много так в рост берет и куши по штучке кстати не любит всегда то гротца это наполняет много смотрите как у нас уже украсили все в новогоднюю все в новогодней стилистике лампочками все кусты украсили еще красота это я там где наши термальные воды бассейны на термальных водах нашим термальным водам но как бы здесь отель до останавливаются же люди и также есть можно сувениры купить также с одежды есть всякие бутички вот мы бы здесь сейчас проходим и софика подошла тетя большого тетя какая тетя дочь большая тетя да где муха это муха это улитка дочь улитка не кусает нет но это не муха нет это не муха бусики да красивые бусики да тебе нравится бусики синий нравится а где зеленый 2 зеленые а и где синий вот они синие молодец а где желтые дочь желтый чуть-чуть желтый смотри не знаешь мой сколько мух внутри правда что-то на витрине аж это много мертвых мух лежит убираются что ли ну-ка чуток поговорим сынок а вы вообще отопление включили уже квартире пока что не нет один день включали было слишком жарко хотя на минималку ставили спали с открытыми окнами решили пока что что не надо ну как-то я у насти спрашивала вот нет нику у нас тепло а здесь с излени черной списке вам пишут там не включили квартире здесь не включили в квартире холодно заболевают гриппом теперь же и страшный гриппом заболеть это хорошо когда квартире тепло холод ну не хорошо что квартира второй этаж до собой сторон квартиры это значит за это и тепло снизу сверху нам и они же первый раз это первую зиму будут но пока что хорошо это отлично там что-то у нас папа воюет у нас очень большая радость дети поменяли свой транспорт автомобиль на более свежий год выпуска и другой марки белый цвет сегодня они с отцом меняли масло дома но какие ощущения какие радости тесанок нормальные чтобы их возил без проблем куда хотели во сколько хотели что всегда гладкая дорога у нас у наших детей было у всех им только у всех чтобы гладкая дорога была чтобы долго служил и верно без каких проблем для детей мы очень рады радостная новость мои дорогие давно я с вами не делилась не показывал какими масками я пользуюсь вот решила сегодня поделиться у меня сегодня альгинатная маска морской бриз эта маска альгинатная успокаиваешься с витамином c здесь оставить черника обязательно под альгинатная маску наносите сыворотку которым вы пользуетесь обязательно чем я сейчас займусь нанесу сыграть клинца а потом уже все состав перемешаю с водой у меня сыворотка вот такая здесь сыворотки у меня тоже c витамин и на брови обязатель или масло какой-нибудь наносите или сыворотку все сыворотку не перенесла вот состав перемешиваю водой конститенция получается как густой сметана сейчас будем наносить вот такими слоями наношу я мои дорогие не пугайтесь это я гузель как страшно фильме ужастики выгляжу да я нанесла масло на 15-20 минут и до полного застывания легко снимается когда сыворотка нанесена легко вот мои дорогие все сняла порядок привела смотрите все легко снялось обязательно под альгинатную маску надо наносить сыворотку даже на ресницы потому что я тоже пользуюсь также альгинатной маской вокруг глаз и на брови и на ресницы наносим или на ресницы масло какое-нибудь или крем потому что очень легко снимается и альгинатную маску надо наносить толстым слоем обязательно это знайте после этой маски кожа отдохнувшись увлажненный подтянутый и такое ощущение что поры раскрывается раскрывается и начинается дышать я очень довольна сейчас наносим свои любимые после этого наносим свои любимые крема вокруг глаз и лица и шеи пока мои дорогие всем вечерний привет софика у нас уже давно спит я тоже честно говоря уже собралась на сон вспомнила думаю блин я же не показала что купила в цента я купила там мало только две вещи потому что зашла эти вещи были куплены мне кажется за три минуты я подошла сразу к стенду где написано было скидки думаю ради интереса покопаюсь нашла эти две вещички взяла и я уже смотрю и должен выходить от зубного софика пошла на кассу заплатила и пошла то есть на это все про все наверное я потратила пять минут на просмотр на продажу на оплату и всякое такое поэтому мне тут особо-то нечем показывать но просто покажу и к примеру покажу какие сейчас скидки могу посоветовать поехать в цену до посмотреть купила я себе вот такой летние платьишко на следующее лето вот такой вот платьишко вот такая вот расцветочка посмотрите что самое примечательное мне понравилось это спинка открытая спинка мне нравятся вещи с открытой спиной видите открытые там завязочки мне почему-то нравится вещи когда от что-то какой-то элемент интересный на спинке тут вот валанчики по кончику наверно тоже видели да и это представляете сто процентов вискоза то есть она будет дышать это натуральная волокна они искусственно создаются вискоза но натуральная волокна 95 процентов вискоза и аластан это очень классная сочетаем ну то есть состав и представляете сколько это платье стоит будете в шоке посмотрите 299 внутри евро это чё трижды 9 270 рублей 260 рублей за такое платьишко вообще класс супер скажите все мне очень понравилось следующий платье я взяла чтобы носить сейчас дома либо может быть ложится потом спать может быть тогда живота не будет тоже будет хорошо смотреться не знаем вот такого хлопковое платьишко на бретелечках тоже синие небесный синий принт у него видите или как варенка в 90-е так варенка назвали до джинсы вареные ну либо небо вот так вот на бретелечках сто процентов хлопок рип рип это полосатая хлопок как это но у меня поняли да такой рубчик ручек ткани в рубчик вот это же я заплатила 399 то есть ну 4 евро 409 36 360 рублей но сейчас не 90 стоит евро упал это 350 340 рублей вообще размер кстати excel это платье я взяла в размере с да то есть на мой размер а это excel чтобы сейчас носить ну и как я говорю может быть когда живота не будет может тоже будет хорошо свободненько смотреться посмотрим вообще у меня знаете сейчас немножко заплаканные глаза потому что сидела в тик токе и смотрела видео в тик токе видео смотрит да и я подписана на одну девушку она снимает такие миниатюры видео на какую-либо тематику и я наткнулась у неё на видео которое где она снимает миниатюру на тему афганистана вы все мне кажется в курсе многие в курсе да что происходило и происходит в афганистане и вот у неё такая миниатюра очень меня задела за душу и конечно же как мать заплакала на это видео сейчас я оставлю это видео кому интересно посмотрите он показывает насколько сердце матери на многое способны чтобы спасти своего ребенка спасти жизнь своего ребенка а вот в тик токе я смотрю такое честно говоря я дурацкие видео тик токе я почему-то не люблю если какой-то смех там бля-бля-бля я пропускаю я у меня вот все так подписано на тему психологии вот такие миниатюры видео на косметолог на очень много косметологов я подписана в тик токе но вот сейчас я оставлю миниатюру из-за которого только что я плакала перед тем как камеру вручить всем добрый мир и всем пока пока а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok